И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к иконе Божией Матери «Утолимая печали». Сей образ был привезен в Москву казаками в 1640 году при царе Михаиле Федоровиче. Образ был помещен в церкви святителя Николая в Садовниках. После разрушения Николаевского храма в 30-е годы 20-го столетия богоборческой властью образ был перенесен в храм святителя Николая уже в Кузнецкой Слободе, где и поныне почивает там. Удивительная иконография этого образа. Царица Небесная изображена на нем настолько нежно, проникновенно и трогательно, что от вида ее захватывает дух. Руку свою Богородица приподнимает к лицу, точно прислушивается к мольбам предстоящего. А лик ее наклонен столь внимательно, что всей душой ощущаешь, что она внемлет твоей просьбе. И рождается в сердце радость, умиление и надежда. Ни один человек на этой земле есть у него заступница. Образ Божией Матери, утолимая печали, представляет собой поясное изображение Богородицы, правой рукой поддерживающей младенца Христа, у которого в руках развернут свиток. Голова Богоматери несколько склонена на бок, свою левую руку она приложила к глазам, тем самым давая понять, что скорби и печали всех, обращающихся к ней, являются ее личной болью. В положении фигуры Бога-младенца Христа есть одна отличительная особенность. Он изображен полулежащим, или точнее сказать, полностью лежащим, наподобие расслабленного человека. Здесь стоит вспомнить древний иконописный прием изображения спящего или умершего человека, которого не допускалось писать в горизонтальном положении. Верхняя часть его туловища всегда оставалась несколько приподнятой, чем выказывался удивительный такт, целомудрие, почтение и к зрителю, и к Богу. Иконописец словно хотел этим сказать, что нельзя лежать в присутствии Божием, то есть быть духовно умершим, пассивным. Икона Божией Матери, утолимая печали, почитается как чудотворная, ибо молитва пред ней помогает человеку избавиться от душевных скорбей и от губящих сердца страстей человеку. Само название иконы звучит словно добрая, ласковая музыка. В этом и заложен глубокий смысл иконы. Когда у человека тревоги, когда он слаб, то прибегает к светлой помощи заступница нашей Богородицы, которая является ходатайцей человека пред Господом Богом. И когда человек вновь падает, то поднимает его заступничество Божией Матери и ведет его весь жизненный путь. 29 марта во вторник отмечается День памяти святителя Серапиона Новгородского. Архиепископ родился в подмосковном селе и с юных лет стремился к иночеству. Однако по воле родителей все же женился и принял сам священника, но через год овдовел. После этого принял постриг в Дубинском Успенском монастыре. За добродетельную жизнь его избрали игуменом обители. К слову, впоследствии она стала называться его именем – Серапионовской пустынью. А в 1495 году он возглавил уже троица Сергиеву Лавру. Святой пользовался большим уважением великого князя Иоанна Васильевича. И известно, что по его ходатайству он помиловал трех боярынь, осужденных на смертную казнь. В 1506 году святитель возглавил Новгородскую кафедру. Во время Большого пожара в 1508 году святитель своими слезными молитвами умолил Господа о прекращении распространения огня. А уже в следующем, 1509 году, его заслали в Московский Андроников монастырь. В 1511 году святой Серапион переселился в Троица Сергиеву Лавру, где в непрестанном подвиге молитвы проводил последние годы жизни, сподобившись от Господа дара прозорливости и чудотворения. Интересен тот факт, что уже после обретения его мощей в 1608 году, во время осады Лавры поляками, многие иноки и миряне видели Серапиона в святительском облачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.